Шаг в этом порядке никто не приступает. Приносится заявление. Заявление с вашего дома. Где просят? Это же не мы пишем. Ремонт подъезда. Первого, второго, четвертого. Подъезда номер три в этом заявлении нет, хотя в этом доме он есть. И в нем также 20 квартир, собственники которых не понимают, почему в общий список не попали. Ведь и их лестничные клетки давно пора привести в порядок. 47 лет этого дома ни разу не делался ремонт. Подъезды ужасные, грязные, страшные. А начальник мне говорит, а на вас уже тут написали заявление. Я говорю, когда, кто? В управляющей компании пояснили, действовали по правилам. Заявления поступили только от трех инициативных групп. Почему четвертая не приняла участие, вопрос не к ним. Жильцы забытого подъезда быстро провели собрание, на котором решили ремонту быть. Бумагу со всеми подписями и по всей форме отправили в управляющую компанию. И стали ждать прихода мастеров. Те появились, но опять прошли мимо подъезда номер три. Люди забеспокоились. Он говорит, я про что вы хотели. Я говорю, когда начнете ремонт? Он говорит, завтра. Заходим мастера. Я говорю, посмотрите в документы. Есть чего? Он говорит, а что смотреть? Вот, пожалуйста, можете посмотреть. Вашего подъезда не числится. В управляющей компании снова поясняют. Причин для переживаний нет. Всё по графику и в порядке очереди. Сначала те, от которых пришло первое заявление, затем остальные. И вот почему. Вопросы, требующие коллективного решения в многоквартирных домах, решают на всеобщем собрании жильцов. После этого оформляют протокол и лишь затем его несут в управляющую компанию. Это и есть основание для дальнейших действий управленцев. В данном случае такого протокола не было. И заявки обрабатывали по мере их поступления. Но в этом году, заверили коммунальщики, сделают все подъезды этого дома. Данные подъезды вошли на 2020 год. До конца 2020 года они будут выполнены все. В приказе Департамента городского хозяйства на текущий ремонт на этот год за счёт федеральных средств действительно вошли все четыре подъезда 85-го дома. Это значит, что в каждом из них до конца этого года побелят, покрасят, заменят светильники и почтовые ящики. Жильцам всего дома будет светло и уютно. А чтобы так было и дальше, им придётся научиться все вопросы, касающиеся общего имущества, решать совместно. Ирина Варава, Михаил Волобоев. Новости Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова